Лебедев Денис 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 Маток можно, в принципе, стартовать на двух маленьких рамочках. Сами вы понимаете, что это очень маленький объем человек. То есть маткомест можно сделать большое количество, используя... Я там заселял, допустим, с 20 семей, там больше 100 маткомест заселял спокойно. Это работает. Выход маток, ну, у меня в среднем выходит 5 маток с места. Это я стартовал с июня по конец июля. То есть погода не позволяла нам в мае погулять, да, нормально. То, получается, июньские матки. И вот в июле, в 31-го я закончил. Поэтому, как бы, учитывая то, сколько здесь можно вывести маток, он окупается буквально за полсезона. Это, ну, по крепости тут, наверное, единиц 150. Ну, все, кто знает, пробовал его. То есть он понимает, что это за изделие. Литок у нас здесь сделан только внизу. Проверено. Его не грабят. Практически при минимальном количестве пчелы, тут медовые рамочки стоят, вот, ну, нету взятка, то эти нуклеусы не грабят. То есть, хотя, если обычный литочек сюда, то его быстренько бомбят. Вот. Что еще по мне рассказать? Можно, наверное, сочетать? Можно, да, по-другому. Всем привет. Меня зовут Иван Фабро. Я как раз подытожил по этим двум нукам. Это Дениса одного, Дениса второго. Я занимаюсь подководством Томно, и у меня на пасеке два вида нукав. Это такой Митрик и Дениса. Ну, Дениса пенополистирол я не дам, а как бы Денис появился, я стал заниматься. Но у меня деревянное, трехрамочное. Я могу подытожить за эти два нука. Если ты все поймал. Я просто подытожу. Смотрите, друзья. Ш1-ш2 нук, классные варианты. Этот нук очень удобен для тех, кто занимается промышленным выводом матов. Это для промышленников идеальный вариант. Митрик. Его быстро засыпаешь, быстро регулируешь, особенно сейчас совершенствовались вот этими всеми манипуляциями. Очень удобно. Но есть минус. Минус это в Митриков, это слеты. Это зачастую, это в принципе болезнь всех Митриков. От этого никуда не уйти. С этим нуком я работаю польскими. У меня начинал больше 5 лет. Или 5 лет. Очень идеальный вариант. Очень удобно работать. Тут действительно залиток. Вот этот, что говорили, нижний литок. Нету разграбления, то есть нападения. Эти нуки не правят. Очень быстро заселять, удобно и так дальше. Это по этому нуку. Единственный его минус это слет. Но это зависит от пчеловода. Если он перенаселит его, в принципе, больше слета пчелы кинут, то, как правило, слетают. Жара, солнце. У меня стоит и на солнце, и в тенечке. То я бы не сказал, что сильно жара влияет на слет. Больше влияет перенаселение. Ну или какие-то проблемы. Ну и нельзя в этом нуке держать, так как он считается, как бы более промышленный, нельзя сохранить в нем маток весь сезон. То есть это идет поток. Кто хочет выводом маток заниматься на продаже, это классный вариант. Дениса вариант вот этот. Я работаю с деревянными такими, по три отделения. Это классный нук. Он реально классный. Но он для промышленного сильно не подходит. Потому что для промышленного много надо заселения. Но есть свои плюсы. В том, что многие говорят, это ж сколько, я помню, меня критиковали за мои нуки такие, это ж сколько, надо сюда пчелы засыпать. Да, реально много, но очень удобно. Манипуляции рамками с пасекой. То есть взаимозаменяемость рамок, рамок это очень удобно. Когда нам надо подсилить, допустим, ну вот мы заселили, подсилить, мы просто с любой другой семьи берем рамку расклада закрытого, подставляем и он у нас подсилится. Не надо вот это все трусить пчелу и так дальше. То есть очень удобно. Точно так же, если матка в этом нуке, мы можем долго хранить матку, весь сезон. Мы можем подставлять сюда ващину, расклад забирать, подставлять ващину, мёд забирать. То есть очень удобно. И это обкатанный вариант. Ну, не именно с полистиролом, а именно вариант на стандартную рамку. И этот нук очень классный для пчеловодов-практиков, которые не занимаются выводом маток усиленно, на продажу, а именно для своей пасеки. Это очень удобно, сохранять маток весь сезон, всю зиму. Я сохраняю зиму маток. Очень удобно на отводке и так дальше. Вот эти два нука, это идеальные варианты для промышленников, это первую очередь для себя. Как бы вот так. В этом нуке можно хранить маток долго, а в этом надо просто делать подытожек. Я хотел ещё поделиться здесь по выводу маток. Ну, это как бы свои наблюдения. Когда много начинаешь выводить, возникают нюансы. Но я, допустим, на этот нуклеус пытался там номерки написать и по всей пасеке бегал, вот это номерки проверял. У меня журнал, там, какая порода, короче. Ну и пораставлял вот так вот по всей пасеке их куча с разными номерками. Ну и башка сразу же начинает не варить, потому что ты не помнишь, где какой номерок у тебя стоит. Ну, понял, что это всё глупость. Работать надо секторами. То есть у вас загрузка, у вас один сектор. Вы туда не заходите неделю или две недели, да? То есть вы его загрузили, здесь кормовой отсек позволительно камень засыпал и забыл. Получается, что я делаю? Ну, это уже по практике пришли. Мы, допустим, заселяем, ну, вывод маток у нас идёт. Загружаю я первый у нас это на матку, потом идёт маточник. Ну, как обычно. То есть матку забрал, сразу подставил и всё. Но вадишь, не выход матки, да? На третий день иду с проверкой. Для этого, и опять же, я работаю сектором. То есть я знаю, что мне сюда надо зайти только ещё один раз. До отбора матки. Я прихожу на третий день. У меня с этой же партии стоят в воспиталке закрытые маточники, которые я, ну, не доставил в нуклеусы. Они также выходят. Они стоят у меня, бегают молодые матки в воспиталке. Я прохожу, проверяю здесь выход. У меня, получается, где-то есть маточники не стрельнули. Я спокойно беру с воспиталки этого же срока маточку, подсаживаю там через клеточку, как хотите. Наливайте туда что-то, пахучки всякие. То есть уже у кого какие-то фантазии. Приём, конечно, процентов 70. Потому я отошёл от того, чтобы заселять на матки, которые нужно там 5-7 дней. Сюда только первое заселение на непылку, а остальное... Да, да, да. И вот это такая рекомендация. То есть держите в запасе, допустим, ну, там, десяток, два десятка у вас маток именно в воспитке. Потому что когда вы сектором идёте, у вас нету головняка. Вы его потом всё прошли. Вы знаете, что там 15-15 часов, у вас там в том маткоме стоит, у вас все матки один в один. Вам не надо бежать. А всё-таки есть там матка, нету, простоя нету. То есть вы на третий день заходите после заразовки, проверили, поставили и забыли. Всё, 15 дней забрали. Ну, это как бы для того, чтобы вас... Ну, это опять же, это то количество, когда вы... У вас за сотни переваливает. Это ребята, кто занимается, не понимают. Там даже приседать тяжело. Не то, что там... Всё должно быть на таком уровне, чтобы вам удобно было работать. Потому что это... Мы говорим уже о профессиональном подходе. Кто хочет этим заниматься, то это надо учитывать. Надо учитывать площадки, надо учитывать тень, надо много всего учитывать, чтобы вам было комфортно работать. Потому что каждая сотня, это, ну, всё больше и больше головняка. Если вы системный подход не сделаете в своей работе, то вы просто будете бегать, у вас потратится куча времени и всё. То есть, ну, это как бы мои наблюдения, то есть, что надо делать, как бы, при выводе матра. Ну, в принципе, вот эта вот штучка стоит сейчас 310 ривен комплект. То есть, вы в работу его забираете, его всё. Его не красить, ничего не надо. То есть, он полностью укомплектован. То есть, вот это, ну, тут ещё этот штучек прикручивается, я всё ставлю. И вот такой вот аппарат. Я считаю, что такой нуклеус, вот так, кто занимается очень плотно матками, ну, можно так сказать, навсегда. То есть, вы взяли один раз и поехали. Если хотите сделать... У меня с полистирола, они валяются. Просто валяются. Потому что они их... Моль подолбила, там, ну, они такие все. То пчёлы их подолбили, то ещё что-то, ну, некомфортно. Я их подставил в сторонку, хотя у меня их там тоже много маткоместа, я их убрал в сторонку. Мне удобно работать. Всё. Я перезаселил его, действительно, вытрусил, пошёл. И не использовал. Многие просят два маткоместа, но для большого вывода это глупость. То есть, одно стрельнуло, второе не стрельнуло. У вас идёт маткоместа про сходу. Всё. Вы теряете. А теряете, то есть, вы же заплатили за это, то вам нужно работать. Поэтому, ну, у меня всё. они у вас на земле или на чём-то? Да, ну, встал, ну, первый год, когда ставил, ставил прям в траву, ну, в траву что-то бросал, именно вот под вот эту часть слитковая. Там, получается, что три выхода, по бокам выходит, проход здесь и спереди. Я просто бросал, чтобы трава в литок не пробивалась, ну, там, деревяшку, или там старую плитку, или что-то там, просто так, трава тут не кошенная. Ну, по пчеле, скажу, только итальянка бродит непонятно где, короче, в основном, вся пчела, ну, заходит чётко, облёты нормальные, она не бродит. То есть, вот итальянка может заходить в соседние, с такой уверенностью, постоянно путается, да, она плохо ориентируется, да, это уже проверено. Всё, ребята, что ты говоришь? А? Крыши? Крыши? Ну, тут, когда плёночка ставится, он вообще-то плотноватый. Я ещё беру такую плёнку, потолще, ставлю, то, поначалу я боялся, ложил, ну, у меня там, завис период, особенно, когда в траве, получается, трава поднимается, вот так, как грибочки стоят, оно их не сгибает. То есть, у меня, я не ложу. То есть, у меня нет, там, бывало, там, придунуло, бывает, кот там ходит, если я, это, валерьянка, или чему-то там капал, он приходит, попереворачивал, потому что ему, там, обволочило, там, этих, ну, клевус, так что-то, да. А так, в принципе, я думаю, всё нормально, всё работает. Так что, если есть вопросы, задавайте, сегодня нет вопросов, да? Да. Спасибо. Буквально, пару слов, я не присылаю, сейчас скажу. Ну, ставь, Денис. Микрофон. С микрофоном, или так? Народный микрофон. Смотрите. Смотрите, что мы именно сказали. Сепор, облодону, туи. Их аналогам, этому, этому. Вот этому есть аналог, который слыхали, сколько стоит, да? А этому аналогам в мире нет. Ну, я так думаю, вот, мы там что-то изобрели, там, трак, бах, Денис, фактически, вот эту кормушку, и аналогов не было. Как говорится, вчера, но немцы уже ее затрали. Уже с пенополюритана есть такая кормушечка. То есть, они тоже смотрят YouTube. Вот так. Они смотрят Ивана Фотру. Все, Ивана Фотру, да? Ну, теперь, еще, смотрите, если вот эта пуля на два года раньше появилась, вот этого, может быть, и не было. Потому что они очень подхожие, они отличаются тем, что вот этот размер здесь сделан под рамку шириной 200, а если использовать вот этот улей, то вот здесь размер 240 и рамка 215 должна быть. Если две рамки 215 с тулей до кучи, это будет составная рамка, а если взять простую рамку по верхнему грузку, разрезать, и получается две вот таких. Значит, эта составная вставляется в улей, вот такие рамочки, если стандартный корпус бруском, грубо говоря, в этом месте перегородить, сюда 10 штук становится, и туда. За границей используется и этот вариант широкий, типа такой. Вот у нас варианты, шоу и мем, все это можно купить. Кстати, Денис не делал вот такого размера точных корпуса с ППУ, я их использую цельнолитые, как доноры, то есть в них живут постоянно пчелы, в основном я беру с них расплод пчелу и на них дают сотовый лед и как вот подсиливание, ну на них больше, там у меня сейчас 50 семей живет, на такой рамке. Ну, кстати, этот улей везута мне так скромничает. То есть это все можно заказать. Теперь у нас нет пчеловода украинца, который свои ульи еще не забрел, а мотководы это вообще, и это было вообще нет хорошей жизни, что, я же помню, что было 20 лет назад, 30 лет назад, да ничего вообще не было. Все делали только своими руками. Значит, вот этот улей можно тоже использовать как нуклеусный. Тут же мотководы сидят. То есть когда разобранный вот этот корпус, он поставляется, вот в этом месте просто четверть нужно вот такой, как здесь, сделать. Кстати, это сейчас тоже уже можно ставить великопольскую рамку или маленькую. И можно в этот корпус ставить 12 рамок. И потом разгородить его там. Ну, сразу скажу, что сделать после перегораживания 12 рамок в улей не получится. То есть надо городить так, чтобы в сумме рамок было 11 или 10. То есть два места по два и два по три. Такими вот перегородками потолще. Немножко. И причем можно использовать в этом конкретно улей два типа размера рам. Рамку на 215 и рамку на 200. Кому-то интересно? Скажи, пока не знаю. Значит, смотрите, я уже сказал, что если поставить 10 рамочек на 215 перегородочки, можно там 4-5 сделать, 3 по 3 очень хорошая комбинация. Или сделать 4 места по 2 рамки и 3. Вот так вот работает. У кого вдруг уже рамки есть 200, которые в таких улях используются. Для этого вот в этом месте ставится стационарная перегородка толщиной 25 мм. И рамочки теперь будут вот так становиться. Это рамки на 200. То есть их становится 6 штук сюда и 6 штук сюда. И можно перегородить пополам. Получается 4 места по 3 рамки. Сама идея. То есть кому вдруг где-то стремят. То есть получается четырехместный нук 3 по 200 рамки. Сразу скажу, что зимовать в нем на таких рамках будет тяжело, потому что эту перегородку вытащить невозможно. То есть он будет 2 по 6 можно наращивать вверх. А если рамки стоят вдоль 215 можно на них зимовать в корпусах клетий под мед. То есть можно использовать просто в этом уль и просто рамку на 215 то есть это конечно да ставишь семейки и температура допустим не в подвал я ставил а там занес здание где-то там сарачек что они сильно поднимали температуру и вся эта вощина просто с количеством пчелы слаживалась закрывала тут все ну в общем тут было месиво то есть это не годилось мы ну я подумал в общем мы сделали прорезы просто в рамочку то есть получается сейчас вы вощину вставляете и тут закатываете потому что мы даже приливали воском до лампочки все срывает ну другой вариант еще есть это я просто беру две палочки тонкие вместе слаживаю обжимаю вощинки кусочек и с торцов стреляю степлером ну это как бы для себя самый дешевый вариант но с ним работать эту рамку как угодно нужно поставить положить там то есть она не пристраивается а с той рамочкой нужно работать я беру всегда вот таким вот образом то есть не вот так поднимаю это надо помнить потому что когда меда много в рамочке допустим ты клац она ломается сразу же ну то есть только кверху только да если кверху сделано она но в той когда палочки сверху удобнее что там есть для матки больше поля для засева то есть она отстраивает почти до стенки ну бывают пристройки но очень незначительные я обычно с ножом хожу там если надо поднять красивая рамочка и очень жарко чтобы сотни разломать то я ножичком раз коснулся достал все нормально но с ней нужно аккуратно всегда помнить именно технику привыкаешь потом вот так поднимать тогда нормально то есть работает ну а эта рамка она как универсальная то есть ее не боишься во-первых еще чем удобно в этой что он практически я могу его перевозить как хочу я могу его перевернуть то есть и вести ему ничего не будет абсолютно в чем он по барабану как вы перевернете можете наоборот так перевернуть то есть в этой рамке вообще ничего не будет а вот когда просто там палочки эти наделать то понятно что все сложится и будет там такой кисельшин поэтому для перевозки для выставки где-то далеко то в общем как бы и вот если наоблет выставлять наоблетники то я думаю да транспортировать вот это вот замотал скотчем и забыл осталось контейнер с ручкой сразу 10 штук поднимать в одну руку может быть что-то и придумаем да сейчас вот а изначально я правильно помню это же немцы они придумали что нету боковых планов только верхний правильный а у вас это для того чтобы не приезжали к боковым стенам а вы совершенство показалось какое надеется вы же украинцы или кто когда достаешь наоблетник мы и рамочку косуем поляки делают прям умер но они и так проще вот так удобнее дело в том что я перепробовал я был в Украине один из первых с этими ногами по большому счету я перепробовал все варианты вот этот вариант он лучше он чуть-чуть забирает но я в рамку когда ищу маску допустим стоят так громко я достаю просто ложу ее на бок и оно ничего не давится то есть рамку на крышу улья извините на крышу улья вот ищу я маску тут очень удобно маску и положил я ничего не давлю ни пчел ничего если это сотик просто сотик как мне его положить вот смотрите 4 рамки тут только верхняя планка я достаю нету матки достаю нету матки куда мне опять сюда все так это очень неудобно это это очень поэтому я достал нету и положил сюда достал нету матка может выйти на стеночки не нашел я на рамках я глядю она тут-то лазит и поэтому когда просто верхняя планка я не могу положить ее так если это свежая рамка а в нуклеусах если я хочу чтобы было качественно я всегда овощину у меня нету черных рамок овощина она как правило летом там медом они заливают и так дальше я еще и мед умудряюсь сотики вырезать медовые кстати у меня есть все фоток немерено так вот я не могу эту планочку положить или я буду пчелу давить или этот сот если он ну жарко он просто отламывается от верхнего бруска и поэтому вот этот вариант этот наилучший это просто из практички Петрович можно я просто внесу поправочку если я это несу вас да да я выплачаю Габриилу Марсель Геннадьевичу Маткову дукровинская степла мы работаем с нуклеусами Ягрушинской мировой у нас в этих нуклеусах зимуют и там не такие рамочки просто пламочка и бочинка и бочинка там 5 рамок ну ребят стоять нуклеус у нас стоять платформа на платформе 4 нуклеуса вытягиваем рамочку для лего не мотки бабки не мотки ось я не поставил не давится нигде ничего даже с вощиною одна только планочка ну если зацепить это вообще шикарно ты его поставил ну нигде не это ось поставил и все зачем дожить ну так правильно вы же свою не положите а эту можно так нет эту можно поставить какой можно мы вот поставили поделиться а с чем вы не согласны я же говорил что это только улучшать а ты кажешь а ты кажешь с мужчиной лучше что мы будем приниматься зачем ось бочков поставил так и все едите давайте 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 на то что 50 на 50 скорость работы скорость работы правильно то есть мы говорим о том что при перевозке при транспортировке на тот же остров да если вы по жаре будете везти и вдруг они кинули мед то у вас весь мед ляжет вниз просто потому что если тяжелая рамка вот такая ну это проверено когда на вощину заселяется что не говорите вощина свежая жаре обрывается если на нее еще и мед есть и она обрывается если она ложится рассказывай это только на коричневых тапах у меня стоят 4 нуклеуса вот эти нуклеусы они у меня транспортируются в машину у вас 21 033 шиферина заместо сидушки сзади лежит шиферина и это все перевозится в нуклеусах нуклеус полистирольный Льоня Ягушина значит додому еда 4 корпуса вместе стоять в машине переезжают там и с медом и с маткой и с бжолой додому приехали на зиму в погребу пустились они у меня перезимовали весную винеслись бжола облеталась и до заселения раскидали корпуса из бжолой машину загрузили переехали бжола и с розплодом бжола без матки потому что мы их приехали они на пасику все вопросы решены ребята просто мы должны не ленитесь а работать кстати опять не ленитесь если бы я был как вот то я бы это все создавал то есть надо быть по-хорошему ленивым и не делать лишних призрений на рамочку скажу что я свое видение тоже мы тут за нюансами приехали они кого-то будет кто-то учить как маток выводить смотрите рамочка 200 забыл ее взять 145 высотой 200 для того чтобы вы ж на раме видели что он где-нибудь во щину весок верхнему бруску не пристроен такого не бывает а вот боковым стенкам бывает не пристроен и если вы сделаете нижний брусок широкий 25 миллиметров или 20 очень часто он не пристроен там палец можно просунуть между нижним бруском и сотиком значит что я делаю для того чтобы пристроили сот к низу и так как я их использую в многокорпусной системе вот только что говорили что пять корпусов стоит это довольно просто решается так те кто хочет поговорить в коридор смотрите боковой брусок приблизительно на половину речка вот эта делается размером я делаю она 5 на 11 миллиметров и ставится нижняя и ставится он заподлицо с одной стороной то есть до половины и я когда наващиваю у меня овощина крепится на проволоке вплотную к верхнему бруску и прилепливаю к этой перегородке нет ни одной рамки которая не пристроена к нижнему бруску и когда их стоит в двух корпусах вот так тут нет вообще деревянного перехода сплошной и в основном крепкие рамки но тоже вытащить поставить вот представьте у меня стоят вот так вот тонкие а тут две трубы 20 на 20 и рамку поставить надо если я его так на трубу поставлю она будет через 20 секунд на полу значит поэтому это я делаю смотрите кому надо не надо крыша же есть между внуками ложу крышу и рамочки ставлю как человек вот так то есть она уже не на трубе и вот эта рамка которая у меня используется 200 на 145 она вот так шикарно стоит никуда она не падает а ванену еще и положить нужно вот если вы будете такими ленивыми то у вас там будет все окей потому что вы не будете думать 30 секунд а куда же эту рамку подставить потому что у меня были случаи что приходилось на пол ставить прорисович я перебью вас смотрите тут не в ленивости еще дел как ни крути благородную ленивость как ни крути но все равно сотики где-то ну приклеят к боковушке тут никогда не приклеят да это кстати с егошинским если бы я их не держал вообще я же чего-то от них отказался то есть там если хорошо пчелы и тут я делал там одну леечку планочку соты пристраивают к стенкам и потом нужно нож подрезать и тот сот остался там кстати ситуация бывает там же пять рамок стоит пять очень плохо входит туда там нет зазора и получается часто четыре оставишь что то как зазевался хана потом вообще ничего туда не увидишь то есть они одну вот такой ширины строят поэтому ну это уже надо понять а у меня ВИЧ из-за того что не голодные идут и кормушки не нужны во время взятка такой кусок получается что потом очень тяжело вынимать и две рамочки вот Ваня говорит тут четыре матка на стенке надо четыре рамки вытащить где-то их поставить и поймать матку со стенки он удобен рукой можно со стенки снять у меня есть луки там где невозможно руку засунуть он глубокий то есть или вот так вот пчел будет по локоть то есть вот такие луки должны быть чтобы можно было все вытащить поставить но две рамки легче всего двухместные вот даже если он так ну это на любителя два плюс два в одном отделении рамочки я и так просчитываю бабки все эти копеечки мне легче сделать движение зарядить вот так две плюс две а потом как-то лишь потерял и сокормушку он вытащил под одну сторону переставит одноместный время есть я опять его переделю то есть надо где-то рамку расходов вот такого дойти которая лишняя все это ж надо хотеть кто еще хочет по ногам что-то добавить делитесь делитесь впечатлениями смотрите с выбором вопрос в том что я прихожу всего лишь на третий день и на пятнадцатый забираю матку правильно а ты потом приходишь и смотришь а что у тебя облетелось или не облетелось не может быть не может быть но я имею ввиду что если так получилось у меня мало подходов а там где проверяешь на облет матку у тебя получается еще один правильно тебе надо регулировать это так опять лишний подход и лишняя матка и лишние 200 гривен он оправдывается так что можно этим иногда предупречь вопросы к Денису есть все с ульями закрываем я сейчас еще одну реприку скажу а может микрофон там часто участвуют F1 F2 как использовать насколько глубоко можно заходить ребята надо все учитывать то и другим говорить все зависит от того на каком труднее вам фоне будут облетываться ваши поколения самый хреновый вариант это не гибриды а это помеси помеси неизвестного происхождения то что у нас на 90% в округе есть теперь смотрите какая матка не была украинская степная карпатка ну это одна категория скажем так и вторая категория это бакпаст и карник у бакпаста и карники есть родословные у на сегодняшний день давайте уже по факту украинская степная карпатка не имеют их то есть по факту вам украинскую степную и карпатку вышлют ф1 в лучшем случае нет ну в лучшем случае то есть получается что если исходить из того что ф2 нельзя выводить то вот эти матки вы получили отработали и вы должны выкидывать и покупать новых но у них в карпатах вот об украинцах пока это сказать нельзя у них трудней фон и сегодня это доказано 90 процентов соответствует породе карпатка или карника и то что они присылают по факту не f1 а это f0 и от них можно выводить еще одно поколение понятно да и украинская степная тоже есть заводчики типа Егошин у которого сильно насыщен фон и по факту он поставляет маток f0 но не от конкретного там трудня теперь по карнике тоже есть большие пасеки у меня тоже трудневый фон где-то 150 семей в округе все на бафости матки приходят по факту это f0 то есть можно уходить дальше на одно поколение если у вас трудневый фон прогнозируемый вы один в округе больше 60 семей держите вы можете еще и дальше идти смотреть что у вас получится то есть f3 это не табу f4 тоже есть эти уже нормально работающие семь так что не пугайтесь вот этих страшилок и опять если у вас был поместный трудневый фон местности и вы купили любую породную матку чем дальше будет поколение тем она ближе будет приближаться к местным и никакого там супер гибрида зубастого никогда не получится у вас получится опять же в конце концов местные беспородные дворняжки и если там вылезет один зубастик ну задавите его и на этом все вопрос закрыт то есть вы через время придете к тому что у вас было а не к тому что оно должно почему-то после использования породных пчел ухудшиться этого не будет никогда все